Rainbow English учебник 6 класс 1 часть, unit 3, step 4, упражнение номер 4. Новые слова и выражения мы их читаем и переводим. Afraid – испуганный. Decorate – украшать. Itch – каждый. Religious – религиозный. Treat – угощение, лакомство или второй вариант – удовольствие. Wait – ждать, ожидать. Теперь поехали по выражениям. Итак, afraid – это испуганный. To be afraid of something – somebody. To be afraid of dogs, gears, horses. To be afraid of dogs. I am afraid you can miss your boss. Don't be afraid of horses. To be afraid to do something. If you don't know the answer, don't be afraid to say so. To be afraid of doing something. He is afraid of riding a horse. Тут у нас довольно длинные выражения. Давайте разбирать. Итак, afraid – это испуганный. To be afraid of something – бояться чего-то. To be afraid of somebody – бояться кого-то. Главное, что вам нужно, опять же, я их отмечаю обязательно, потому что многие не обращают внимания на эти коротенькие предлоги. Но потом они вам очень сильно палки в колеса вставят, потому что доберетесь вы где-то класса до 9-го, 8-го, и там пойдут тесты какие-то, ОГЭ, может быть, кто-то будет сдавать именно по-английскому. И там эти предлоги любят проверять, насколько вы их хорошо знаете. Да, и в принципе, и в этом классе, я думаю, вы уже столкнетесь с какими-то контрольными, посвященными предлогам. То есть, смотрите, бояться чего-то – это to be afraid именно of. Следующее – бояться. То есть, видите, снова of стоит, но мы его по-русски не переводим, но он по-английски обязательно стоит. Бояться собак, гусей, лошадей. Бояться темноты. Я боюсь, ты можешь опоздать на свой автобус. Не бойся лошадей. Теперь фраза. Бояться сделать что-то. Как вы видите, to be afraid to do something. Итак, когда это работает? Если ты не знаешь ответ, не бойся это сказать. То есть, вот у нас глагол в первой форме, и значит, идёт to. Не бойся, что сделать, сказать. Теперь вторая фраза. Бояться делать что-то, но теперь у нас, видите, снова возвращается of. Что при этом происходит? При этом у нас глагол, вот когда этого был do, да, это глагол в первой форме делать. А теперь он у нас превращается в, как ни странно, существительное. Это так называемый герундий. Может быть, где-то уже слышали это слово. То есть, это глагол с инговым хвостиком. То есть, to be afraid of doing. Обязательно теперь, если вы видите of, нужно глагол поставить с инговым хвостом. Бояться сделать что-то. Он боится кататься на лошади. Если дословно, то это же нас существительное. Будет так. Он боится катания на лошади. Ну, по-русски, может быть, не очень это красиво звучит, поэтому можете переводить глаголом. Главное, чтобы вы понимали, если вы ставите to, вы ставите глагол в первой форме. Если вы видите of, то вы ставите глагол с инговым хвостом. Следующее. Decorate. Украшать. To decorate a room, classroom, hall. To decorate eggs. To decorate with something. We decorated the hall with balance. They decorated the walls with the pictures and photos. Так, украшать комнату. Класс. Или зал. Украшать яйца. Или разукрашивать, да, в нашем случае, наверное, лучше мы их не украшаем, их разукрашиваем. Украшать с помощью чего-то. With. Мы украсили зал. Или, кстати, это бывает, знаете, еще не то, что зал, а вот вы заходите и вот сразу, ну, как вестибюль, да, то есть в школе, например, самый большой вот этот при входе, это вот hall, можно сказать, то есть, возможно, его здесь имеют в виду. Мы украсили зал воздушными шарами. Они украсили стены, картинами и фотографиями. Each. Каждый. Each people, each girl, each of us, each of them, each house in the street has a garden. They each have a book. Each of us got a gift. Each other. To see each other. To like each other. Each – каждый. Каждый ученик. Каждая девочка. Каждый из нас. Каждый из них. Каждый дом на улице имеет сад. Каждый из них имеет книгу. Кстати, заметьте, не each – they. А если идёт they, а не them, то мы говорим сначала местоимения – они, а затем уже каждый. Каждый из них имеет книгу. Каждый из нас получил подарок. Each other – это уже фраза друг другу или друг друга. Видеть друг друга, понравиться друг другу. Религиозный – религиозный праздник, религиозная традиция, религиозные люди. Он глубоко религиозный человек. Treat – у нас значений несколько. Так, первое мы давайте посмотрим у нас как угощение лакомства. Вот второе – удовольствие. Ну, я не знаю, тут разделения нет. Ну, давайте прочитаем, потом посмотрим, где удовольствие, где лакомство. Ну, тут по смыслу будем разбирать. Необычное – ну, вряд ли удовольствие, да? Наверное, тут вот лакомство, угощение. Чудесное – а вот здесь может быть, кстати, лакомством, а может быть и удовольствие. Кто его знает, о чём тут речь? Ну, давайте чудесное угощение. Это чудесное, вот здесь только удовольствие. Это чудесное удовольствие видеть тебя снова. Ой, это большое удовольствие, сори, там не чудесное, а большое удовольствие. Мне нравится давать своим дочкам маленькое угощение в канун Нового года. Вот здесь как угощение, то есть вы поняли, да? По смыслу предложения вы примерно ориентируетесь угощения или лакомства. Wait – ждать. To wait for somebody. Ждать кого-то. Ой, я вам всё читаю, забыла. Ждать кого-то. Сразу отмечаю предлог for. То есть у нас в русске без предлога, по-английски wait for – ожидать кого-то. Ждать что-то, то есть ожидать чего-то, можно так сказать. Ты почему стоишь здесь? Я ожидаю автобуса. Подожди минуту, я иду с тобой. Мы подождём и увидим. Ну, как бы посмотрим, как в нашем русском варианте. Подождём, увидим. Так, вот наши слова. То есть ещё разок напомню у нас. Проблема потом может возникнуть предлогами, если вы их сразу не запомните. Поэтому просто так, надеюсь, отметили про себя, как эти фразы строятся, какие требуют предлоги.